добрый вечер уважаемые любители спорта и мотобола в частности мы продолжаем наши разговоры про мотобол теперь мы будем стараться делать почаще в виде таких легких подкастов вот у нас подходит к завершению первая часть сезона 24 года накопились некоторые вопросы случились некоторые события которые имело бы смысл обсудить обсуждаем мы все вопросы по традиции с красивым альичем мильзиддиновым добрый вечер добрый вечер всем любителям мотобола болельщикам ну и тем кто наверно впервые смотрит выпуски наши про мотобол спасибо что вы смотрите всегда мы рады всем комментариям которые пишут поэтому вот мы решили запустить новую программу нашу ли как ее назвать да которая с цикл подкастов до цикл подка который связан с началом сезона мотобольного 2024 года ну первое что у нас было это кубок россии как всегда чего начинается сезон кубок россии прошел у нас ну нормально проходил он кубок в двух городах это ковров и видно финальный час видно что у нас хорошего кубка россии получилось на то что он прошел победитель то что вот негативка который да мы все наверно видели эти спорные моменты с какими-то определениями мест с определением результатов то команды уже хотели уехать некоторых вернули в видно и проходили какие-то совещания какие-то разборки вот мы об этом хотели начинать наш выпуск давайте начнем по порядку до скупка обсудим первый момент это мне кажется стоит обсудить неудачную игру колоса колос не вышел из группы впервые за 10 лет по моему последний раз такое было в четырнадцатом году насколько я помню как вы считаете что случилось почему так получилось ну я что хочу но все знают конечно дисквалификации лидера тренера команды колос сергея крошки команда впервые вот так на серьезном уровне поменять пришлось игру стиль игры поменять но видно вот команда как-то не была готова совершенно играть в другом амплуа без лидера без тренера и да вот такой результат ну хотелось бы отметить то что очень хорошая игра всех команд очень сильно у нас выросли в этом году команды показали все очень хорошую игру и вот колос да не смог таким составом с измененной тактикой ну наверно прииграться и как притереться и вот очень много было вопросов но тут надо еще отметить что не только без крошки играли играли без семена халина который получил травму серьезную в первом матче ну а травмах манера позже поговорим ну просто ну вот да колос если мы будем считать что два игрока это уже 50 процентов состава команды если учесть стоит а два лидера то конечно команда играла очень слабом составе но всегда в мотоболе и были моменты когда мы видели металлург приезжал со слабым составом все ожидали слабой игры а он достойно сыграл поэтому ну вот я считаю скорее всего команда не смогла перестроиться на новый стиль или тактику игры вот поэтому колос так как сразу сыграл остальные команды но очень серьезная игра один вот этот конфликт который произошел давайте теперь поподробнее об этом неоднозначном моменте в матче между кометой и хозяевами до хозяева но я считаю знаете вот просто так мне ничего не бывает я считаю это вот имела какую-то предпосылку то что я считаю что у нас проблема была в том что у нас единый регламент на все соревнования по еще раз нашему любимому слову кодексу написано что регламент или положение соревнований должно быть на каждое соревнование есть определенные пункты которые регламент должен сад мы вот насколько изучали наш регламент он не соответствует и требованиям министерства спорта потому что регламент должен указывать определенные пункты это прям прописано какие должны быть пункты дальше он должен показывать на какое соревнование в какое время по какой дате по это Это является вызовом для команды, для участия в этом соревновании. У нас регламент как бы вот такой объемный. И в чем столкнулись, что не было понятно командам форма игры. По какому правилу, по каким зачетам будет этот кубок. Он в принципе у нас вот как идет, считается, или круговая система. Если большой турнир, то образно. Как чемпионат круговая. Если большое количество команд, то в принципе должно быть как олимпийская система на выбывание. А вот эта форма, игра до победы, она даже не была прописана. И вот мы столкнулись с тем, что когда у нас Ковровец и Комета сыграли в ничью. Команды вроде бы объяснили, что будете доигрывать. Да, давайте посмотрим этот момент. Чтобы всем было понятно, кто может не помнит этот момент. Вот звучит финальный свисток. Звучит финальный свисток. Команды в недоумении. Да, остановились. Непонятно, что дальше будет. Мы видим, что Александр Царев что-то пытается с кем-то поговорить. Но вот, наверное... Диктор по стадиону объявляет, что будет дополнительное время. И если будет ничья, то будет серия пенальти. На поле выходит главный судья и объясняет судьям, что два периода по пять минут, показывая две руки по пять минут. Подъехал Максим там дня. Ему тоже показали два по пять. И тут вышел Александр Царев и ведет какие-то разговоры с судьями. Владимир Царев приехал. Присоединился, да, Владимир Царев. На повышенных тонах идет разговор. Ну, просто непонятно апелляция игроков к судьям, которые выполняют требования главного судьи. Правильно, в принципе? Главный судья сказал, что вот так вот так будет доикерываться. Ну, да. Ну, видно, Владимир Царев, Александр Царев. У них другое мнение. Они вот, мы так понимаем, команду строят на окончании игры. Правильно? На построение. Ну, да. Мы видим, что команда Ковровиц уже выстроилась на окончании матча. А Комета в это время отсутствует на поле. По словам Максима Довбни, они в это время готовились. Ну, да, используя перерыв. Новым таймом, да. Заправляли. На продолжение игры. Мотоциклы и так далее. Вот вышел руководитель команды Комета. Президент клуба, да. Назлымал Михаил. Тоже интересуется, что случилось. Ну, это, конечно, да. Вот, ну, неорганизованность. Показатель, что команда мы или до игры не объяснили, ну, до начала игр, да, как будет происходить, что и как. Потому что, вот, видно, у всех возникли вопросы. Так, вот снова на поле у нас появился главный судья. Дергунов, да. Ну, вот эти непонятные действия. Мы видим какое-то физическое воздействие, да. Некрасиво, конечно, нельзя так поступать. Я думаю, Александр извинился перед Дергуновым позже, потому что, ну, непонятно, что. Ну, непонятно, да. Судья главный ушел. Судьи не показывают, что сейчас будет происходить. Команда Ковровец четко уже стоит на окончании игры, на построении. Ну, да, наверное, скорее всего, идет разговор, ну, как нам сказали дополнительно, да, вот сейчас и игрок Кометы. Ну, так мы... Получается, судьи тоже согласны или что? Ну, вот, непонятно, да, этот вопрос. Да, и все. И на этом, значит, матч закончился. Вот игроки жмут друг другу руки. Игра завершилась. Да, по окончании этой игры начались вопросы, кто ж теперь едет в Видное, кто не едет. То вначале Ковров едет, Комета собралась домой ехать, потом Комета... И тут весь вопрос в том, изначально, после этого матча, судьями было объявлено, что команде... Доигрывать будут. Нет, команде Ковровец засчитано техническое поражение. Ну, да, да. Через... там, некоторое время... Совещание прошло. Произошло, да. Совещание в телефонном режиме, и было сказано, что матч будет доигран. Потом сказали, что Комета все-таки проигрывает. Я так понял. Комета собралась домой ехать. Комета собралась домой ехать, и отзвонились в Москве, приезжайте в Москву, там продолжится совещание в Видном. В Видном, как объясняли нам, что будут кидать монетку, потому что там что-то одинаковое, все... Равное количество голов, разница одинаковая и так далее. Да, монеты. Потом оказалось, что все-таки на одно там или что-то... На один забитый гол у Кометы больше. Обсчитали, на один больше, и Комета остается. Но это опять-таки... Или неорганизованность, или вот это непонятное, когда начало игр надо было объяснить все командам, да, получается, команда оказалась... Оказались в каких-то непонятных условиях, даже такие опытные игроки, которые и в сборной были капитаны, мы имеем Александра Царева, тоже непонятно что. Поэтому, да, вот эти непонятные действия... По итогам всех этих разбирательств вышло так, что обеим командам было засчитано тех поражение. То есть обе команды свои матчи проиграли со счетом 0-3. Хотя непонятно, кто виновник, кто отказался... Да, ну то есть по словам самих участников этого матча Ковровец был инициатором того, чтобы завершить матч без доигрывания. Комета уже шла на поводу судей, то есть сказали построиться на построе, сказали, но ей тоже засчитали, как бы она тоже нарушительна. Комета, не совершив ничего, понесла какое-то наказание. Да, но это опять-таки, это опять вот какие-то слухи, какие-то конкретики, никто не выступил, никто не объяснил, ни болельщикам этот момент, да, потому что все вот какие-то слухи, какие-то слова... Кому-то куда-то позвонили, по телефону что-то там... Да, кто-то кому-то объяснил, но это тоже все это видели, все это, ну, какое-нибудь заявление. Ну ладно, будем считать, что главный судья у нас, как бы, ну, некогда было, не смог. И в это время у нас, как бы, безвластие было в комиссии Мотобола. Ну, давайте учтем этот момент, что, как бы, да, вот так все получилось, там Валерий Георгиевич пытался там что-то... Как-то эту ситуацию решить. Эту ситуацию взял на себя, вот эти полномочия, может, вот это все и сыграло такую роль, но я думаю, надо это учесть, потому что это некрасиво, эти вот эти... И главному судье движение там... Физическое воздействие. Да, физическое воздействие. Я об этом хотел отдельно, как бы, поднять вопрос. В правилах четко написано, что никакое физическое воздействие к судьям не должно быть. И за это дисквалификация, удаление с поля, если это игрок, а если это кто-то из администрации команды, то удаление капитана на следующую игру. Как мы понимаем, никаких мер за такой поступок Александра Ивановича предпринято не было. Как это можно объяснить? Да, это и вообще по правилам, ну, не должен был представитель команды находиться на поле, пока команды принимают там участие, игра, построение, все это, ну, вот, как бы, если там не запланирован сценарий, там, поздравления какие-то, а это игровой момент. Никто из представителей не должен был, и судьями как-то не было это отреагировано, что, пожалуйста, покиньте поле. Главный судья вышел, ему тоже там воздействие. Ну, некрасивый момент, вот такое, знаете, барское отношение к игре. Я думаю, вот, из этих мелочей, вот, иногда безнаказанность порождает, наверное, вседозволенность, да, получается, что мы можем себя вести, так при всех зрителях, при всем уважении к Александру Ивановичу, ну, наверное, надо было сдержать себя, эмоции, я думаю, человек опытный. Ну, или вот это желание, да, вот, команды выиграть, повлияло тогда, что вот тут какая-то ничья, что-то непонятно. Ну, мы даже не знаем, как это с регламентом связано. Должна была игра закончиться. Было еще 10 минут времени игрового, забивайте, выходите, зачем портить... Да, доигрывать, доигрывать. Главный судья сказал, доигрывать. Надо доиграть, потом уже, если есть какие-то претензии, протесты. Ну, это вот было некрасиво, и при трансляции, и при зрителе, опять это вызывать зрителей на какие-то действия. Эмоции, да. Да, потому что, ну, Росуважаемый человек вышел, значит, что-то нас там засудили. Я думаю, вот с этим моментом надо тоже разобраться. Я думаю, надо извиниться и перед Дергуновым, потому что человек ни в чем не виноват, он руководил именно играми, и не надо его там за кепки, за это хватать, право-неправо, надо соблюдать, наверное, и субординацию, и, наверное, все-таки уважительно друг к другу относиться, и правила точно так же. Я думаю, этот момент разберем, или, ну, как бы, потому что, ну, это не красит мотобол. Кубок, начало сезона, и вот такие непонятные действия, и со всем окончанием, вот именно Ковровского, этого... Этапа. Этапа, вот все произошло вот так вот некрасиво, непонятно, в Москве еще как-то более-менее, и все потом... Ну, хорошо, что Кубок завершился, определился чемпион, мы поздравляем команду Металлург с обладанием Кубка России. Ну, я думаю, все это учтет вот наш новый, как раз второй, да, мы плавно, наверное, перетечем. вопросов... Мы коснулись темы безвластия, временного в комиссии Мотобола, вот как раз переходим к власти нынешней. Ну, президент Мотосклика Федерации России Александр Васильевич «Джеус» назначил 27-го, да, по-моему, Татьяну Ивановну Губанову, председателем комиссии Мотобола. Мы ее с этим поздравляем. Татьяна Ивановна занималась, много лет занимается именно мотоциклетным спортом в Старопольском крае, занимается мотокроссом, ну, и плюс еще она руководитель Мотоциклетной Федерации Старопольского края и все дисциплины, как и Мотобол, я думаю, она постепенно втянется в наши проблемы. Конечно, очень трудно. Нужно сказать, что на данный момент она не специалист в мотоболе, она больше разбирается в мотокроссе, эндуро и то, что у нас сильно развито в Старопольском крае, поэтому ну вот мы обговорили следующий у нас за кубком было вот тут назначение председателя комиссии и следующий, наверное, у нас момент такой, это уже чемпионат России, когда у нас игра между, ну, вызвала у всех недоумения, игра момент игры Керпильская и Металлург. Агрокомплекс и Металлург. и команда Металлург в город Видное. Это уже седьмой номер Косянов Анатолий. Ой-ой-ой-ой-ой, вот так вот говорите, что это не опасно. Кто это у нас? Это все тот же седьмой номер Косянов Анатолий. Ну, пожалуйста. И просто сносится игрок, получающий пас, который находился практически один на один на выходе. Да, вот мы видим Николай Горнадеров пасует. Анатолий Косянов идет за этим мячом. Навес на дальнюю штангу. Косянов гонится за мячом и просто въезжает в принимающего мяч Сергея Рябакляча. Да, мы видим овладел мячом Сергей Рябакляч. Видно уже, что он был у него на ноге. он там Он бил или принимал? Ну да, но он как бы в воздухе. И в то же время Анатолий Косянов вовремя поднял свою ногу, чтобы ее не повредить, сносит. Вот, практически в бок сейчас посмотрим. Да, заднюю часть мотоцикла. Да, вот игрок уже овладел мячом. В принципе, один на один мог выйти. Давайте завершение эпизода посмотрим. То есть Анатолий Косянов увидев, что он жестко сыграл, не подошел, не извинился. Да, он сразу заметил о поломке мотоцикла, показал механикам, что я в икату и спокойно уехал. Ну, то есть повел себя не по-мужски, скажем так. Ну, пускай это может было вот эйфория, пылу, но просто давайте об этом моменте. Непонятная вот такая вызывающая грубая игра Анатолия Косянова у себя на родине, малой родине. Мы все знаем, что Анатолий Косянов воспитанник агрокомплекса Станицы Кирпильской. С этими ребятами он начинал, играл в основе. Ну, и после ухода вот видно, ну, не знаю, может что-то у них осталось, да, там конфликт и конфликт. Ну, вот этому конфликту предшествовало письмо в 2023 году. Команда агрокомплекс написало письмо Валерию Георгиевичу Нефантеу, тогда он руководил комиссией Мотобола. Вот она у нас есть, это письмо, где они просили обратить внимание именно вот на показательно грубую игру именно Анатолия Косянова, что он тем самым вызывает негодование у зрителей, очень грубо играть с командами, но с командой. И вот у нас был момент, в 2023 году, когда вот в пылу вот этого его активности Николай Горнодеров там попытался успокоить уже, наверное, по-мужски и как в шлем или как-то по видео, я не помню, там удар был, ну, написано было у нас в лицо и получил дисквалификацию. Вот мы видим, что момент этот не был разобран, да, ни в Металлурге, ни в комиссии Мотобола. Анатолий Косянов, мы видели, на эту игру выехал, сразу начал получать карточки. По-моему, первую, даже опять снос в заднее колесо, прям тут же в первом периоде, но тогда просто 16-метровый, но потом уже пошла одна, вторая карточка. Вы присутствовали на этом матче? Да, я присутствовал на игре. Как он вел себя со зрителями, с командой? Мне не понравился момент тот, что даже комментатор матча, он попросил зрителей, но это вот нонсенс какой-то, не поддаваться на провокации. Это прямо перед игрой было сказано, вести себя культурно, не вызывать там никаких и я думаю, может, но это мое мнение, да, опять, что Анатолий Косянов почувствовал, что, ну, вседозволенность, вот он первый раз снес, прям сразу в первом периоде в заднее колесо ударил, просто 16-метровый, да, хотя там атака была. Потом уже все это шло-шло, судьи начали давать карточки, да, Анатолий, вот, надо заметить, останавливался на месте, где спортсмены отбывают наказание, двухминутный штраф. Место для штрафованных. Ну, конечно, иногда там говорили, ну, Толик, ну, слышно было, ну, ты же наш, что ж ты так ведешь, ну, он как-то ухмылялся, улыбался, но единственное, что мне понравилось, это, наверное, уже этика спортсменов, когда заканчивалось время, он открывал ручку газа, и с места, где он стоял, на полном газе, из-под заднего колеса, такая куча щебенки, все это летело в зрителей, сзади сидящих людей, это же твои же земляки, там, я не знаю, друзья, родственники, но ты вот этим показываешь, что, что такой важный момент, тебе надо выехать, хотя это этика, ну, все мотоболисты знают, что такое сзади, и все аккуратно, вот даже мы видели, было удаление других игроков, но все аккуратно страгивались, потом только открывали ручку газа, ну, то ли прям показательный, иногда даже оборачивался, куда он там направляет заднее колесо, это вызывало негодование, даже был момент, когда там женщина сидела с маленьким ребенком, ну, поймите, полные трибуны, наверное, некуда было уйти, и она ему что-то высказывала, зачем ты так делаешь, он там что-то высказал, и она кинула вот эту пластиковую бутылочку, 0,5, я не знаю, докинула она, ну, я смотрел игру, да, и когда я увидел, что от этой пластиковой бутылочки, он бросил мотоцикл, упал, скорчился, ну, вообще, это шоу такое было, уже, когда судья, по-моему, Виктор Пустык подошел, мол, ну, хватит вставать, там он встал, все нормально, сел, ну, это вообще, не очень красит мотоболистов в таких действиях, ну, то есть, да, всегда считалось, что, ну, в футболе такие моменты еще как-то приняты, изображать, да, тут, ну, пластиковая бутылка, она там не полностью сидела, уже, наверное, второй период это был, я не помню, или третий, или второй, и вот она бросила, я не видел, я видел, что мужчина ее уже поднял, когда Толик, ну, вот ему уже судья, потому что это за окривляние, упал, скорчился, ну, непонятно, что человеком движет, в то время двигало, да, и почему, видя такую игру, и тренер команды, Андрей Павлов не обращал внимания, или это норма такая, или задача, я не знаю, вот это и грубая игра, и все это проходило, так на зрителей, ну, зрители, конечно, очень терпеливо смотрели, вот я сказал, потому что они послушали, обращение комментатора, не слышали мы грубых высказываний, но только вот этот момент, но опять-таки, он так и был вызван, вот этим страгиванием, пыль, куча, в ответ на действия, да, но люди сидят, буквально, полтора метра, уже там, соответственно, женщина, наверное, за ребенка маленького, высказала что-то, он там ухмылялся, всегда с ними, там, как-то, себя вел, но это тоже некрасивый момент, да, но давайте разберем сам момент, тогда, столкновение, да, с точки зрения правил, скажем сразу, что судьи этого матча, за нарушение Анатолия Касьянова, против Сергея Рябокляча, назначили просто, 16-метровый штрафной удар, как вы считаете, это в рамках правил, по правилам было такое наказание, или оно должно было быть суровее? Ну, вот смотрите, я думаю, Андрей Нитбайло был на той половине, он опытный судья, ну, знаете, такая ситуация, там игрок, может он даже растерялся, что-то, да, а может и нет, судьи виднее, не будем оспарить, но мы только можем свое мнение высказать, да, вот у многих, как бы, есть такое высказывание, что это игровой момент, да, я бы хотел обратить внимание, покажите мне в правилах этот термин, что такое означает игровой момент, мы не видели, что два игрока, там, летели на мяч с двух сторон, ну, и кто-то, что-то получился, здесь шел пас, давайте начнем с первого пункта, вот просто так, атака игрока, не владеющего мячом, нарушение? Нарушение. Нарушение. Атака игрока, владеющего мячом, со сносом, нарушение? Тем более, нарушение. Атака игрока, который, получая пас, выходит один на один, нарушение нужно. Какой тут игровой момент? Пас был именно Сергею Рябоклячу, Сергей коснулся мяча, Анатолий видел, куда он едет. Он не коснулся, он просто поднял ногу и корпусом мотоцикла, он своим телом тоже врезался, он специально поднял ногу и вот именно железом ударил по Сергею Рябоклячу. Ну, я считаю, здесь непонятно, вот, и решение судей, скорее всего, неправильно, я думаю, минимум, здесь надо было красную карточку давать, потому что, как бы, идеалевая ситуация. Очень грубо, конечно, но надо смотреть, куда вы едете, это же, я понимаю, не столь важен гол или момент, чем здоровье спортсмена. Ну, зачем сбивать, мы так вот, смотрите, каких мы, вот, за первый круг лишились игроков Халина, лишились игрока теперь Рябокляча Сергея, ну, так, если дальше пойдет, у нас так все лидеры куда-то денутся, не дай бог, конечно, ну, просто так мы, я считаю, надо сейчас ужесточить все эти моменты, потому что очень грубо игра пошла. Опять же, по итогам этого момента команда Агрокомплекс 1-0 был счет, потребовала каких-то разбирательств, чтобы комиссия Мотобола приняла какие-то действия. Просто мы смотрим, игра была 1-0, просто Металлургу сразу удалось открыть счет, и потом равная игра. И даже видно было, что Агрокомплекс больше атакует, да, и вот может быть вот этот момент повлиял на повлиял. Мы же не знаем тактику, которая команда, но если это вот так вот шло все время грубая игра, грубая игра, или провокация на какие-то действия, чтобы игрока удалили, ну, я думаю... Либо игрока, либо болельщики, чтобы как-то... Да, мы же не знаем тактику, ну, просто могло ли это повлиять на победу Металлурга. Я думаю, могло, потому что, ну, Сергей играет в основе основного состава. Дальше, второй момент, о чем мы можем говорить, о том, что никаких действий Металлург не предпринял, да, вот не высказали там какие-то, ну, я не знаю, извинения, да, вот у меня есть момент, где там, ну, как бы нам сказали с тренером команды переписывал, он говорит, да, это игровой момент, мы уходим от этих высоких пасов, которые дают... Потому что они опасны. Потому что они опасны. Так, значит, Касьянов понимал, что это опасный момент. Раз они это... Обсуждали в своей команде. Обсуждали, пробуют, значит, ну, как бы он сознательно шел на это нарушение. Ну, я не знаю, здесь надо. И второе, что если бы это была вот именно красная карточка Касьянова, и почему она не дана, это тоже наши домысли, что Касьянов бы пропускал следующую игру, был бы дисквалифицирован красной карточкой на следующую игру. А следующая игра как раз была видна с командой бы Колос. Не знаем, вот это все или в кучку, или просто наши догадки. Или это совпадение. Или совпадение, да, потому что за следующее нарушение ему дали желтую, и после желтой вот именно он успокоился, стал поспокойнее играть. Но почему нельзя было раньше успокаивать этого игрока, дожидаться травмы, завтра что у нас случится, мы будем разбираться, когда повторная будет уже травма, или сложнее. Просто мы видели письмо, когда просто грубая игра. Второе письмо сейчас пишут команда Агрокомплекса именно на нового председателя комиссии и на президента ФПШ, практический ультиматум уже выдвигают, потому что и зрители, и руководство, и спонсоры против вот такого отношения, что незамеченными обращения Агрокомплекса осталось. Уже второе письмо, уже и травма есть, вот давайте даже с травмой, если у нас игрок просто Сергей Крошка наехал на ногу без травмы, 10 игр получил в дисквалификации, Николай Горнодеров ударил в лицо или в шлем удар рукой, 5 игр здесь с травмой, ничего. Даже карточки нет. Даже карточки нет. Мы же тот же момент, когда Халина тоже опять не наказали, ну конечно, специально, не специально, но спортсмен должен понимать, что вы травму нанесете, вы колесом бьете игрока в коленки, я не знаю, если так дальше идти, вот даже если брать кодекс, там написано за повторное нарушение в кодексе основы правил мотобол, написано повторное нарушение красная карточка дается. Мы сейчас непонятно по каким правилам играем, поэтому вот мы все пытаемся, наверное, вот следующий нас эпизод будет уже обращение к председателю комиссии, мотобола, по каким все-таки мы правилам играем. Давайте обсудим наказание, какое наказание должно было бы быть Касьянову за снос Сергея Ревакляча. Мы задали этот вопрос не только друг другу, но и нескольким людям, которые напрямую не связаны с нашим чемпионатом, чтобы они были не заинтересованы напрямую, не болели за одну какую-то команду или не болели наоборот. У нас есть мнение бывшего тренера сборной Франции, вот вы его сейчас видите на экране, я думаю, каждый может его прочитать сам. Я думаю, что есть красная карточка и пенальти. Я не думаю, что игрок намеренно врезается в соперника. Я думаю, что он увлечен своим импульсом, чтобы пойти и отрезать пас. Но на самом деле существует чрезмерная целеустремленность, недостаток самоконтроля и опасность, которые должны быть наказаны. То есть Жеральд Мейер говорит, что однозначно красная карточка и пенальти. Плюс каждый игрок, действуя на поле, должен соизмерять, с какой скоростью он движется, рассчитывать свое движение так, чтобы не наносить травмы другому соперникам или своим одноклубникам. То есть как минимум мы видим уже ошибка судьи в том, что нет красной карточки, нет пенальти и нет наказания за то, что игрок не соизмеряет свою скорость с безопасной необходимостью. Да. Вот смотрите, здесь он отвечает о том, он отвечает об игровом моменте, что игрок, вот как мы и по правилам дорожно-движной сабвы, водитель должен соизмерять свою скорость с погодными условиями, с покрытием, успеет, с расстоянием, игровой момент. Но здесь дополнение, что игрок во время этого конфликта еще получил травму. травма, как у нас известно, уже усугубляет наказание. И я считаю, вот после этого момента должно быть именно заседание комиссии. Рассмотрение. Но так как у нас ее до сих пор нет, она не назначена, вот в чем вопрос, как быть. Я считаю, комиссия уже должна была рассмотреть о более существенном наказании, чтобы игрок в следующий раз уже соизмерял скорость и боль, которую получил игрок и, во-первых, результат команды в турнирной таблице. Ну, у нас было несколько, да? Жень, вот смотри, это Микаэль Дальмасос с Копенхайма, вратарь сборной Германии, ты знаешь, он, наверное, и сейчас он судья. То есть, их никого это не шокирует, ну, как бы сказал, нарушение, красная карточка, но у нас обычно правило не так, как в России, у нас красная карточка и идет автоматически или одна или две игры дисквалификация. Вот тебе и все законы. Вот, то есть, бывший игрок сборной Германии, а ныне судья в Германии Дальмасос Михаэль высказался о том, что это однозначно красная карточка и автоматически дисквалификация на один или два матча. Вот, то есть, вот, опять же, они здесь в этом моменте не знают, что была получена травма еще плюс. Они просто сам они увидели сам момент, а о последствиях не знают. Дальше послушаем мнение арбитра из Белоруссии Эдуарда Жука. Всем любителям мотобола привет. Меня зовут Эдуард Жук. Я являюсь судьей высшей национальной категории по мотоболу Республики Беларусь. Посмотревший этот сюжет, значит так, был там судья, он принял решение, но этот сюжет идет на красную карточку и там без травмы, мне кажется, не обошлось, а это серьезно. вот такое короткое мнение от Эдуарда Жука. уже опытный человек. Да, он сразу увидел, что это однозначно красная карточка и если есть травма, то более серьезные какие-то должны быть посредствия. то, что интересно, что в протоколе все это было зафиксировано, было зафиксировано, что игрок получил травму, приложена справка и ну так же, по-моему, Металур зафиксировал, что бутылкой кинули по игроку, это тоже они внесли, ну вот так и для чего-то, да в протоколе это все пишется, если никакого ответа, рассматриваться это не рассматривалось, зрители тоже должны знать или это в каком-то вакууме проходит, там личный обсудили и все, поэтому нам бы хотелось, вот, наверное, новый председатель комиссии займется этим моментом, потому что мы с ней так вроде общались, она сказала, да, это нарушение, это не останется, ну просто насколько длительно это еще будет, будем ждать, пока следующие будут травмы или что, как мы будем развиваться? Вот еще у нас одно мнение есть от Михаила Григорьева, напомним всем, что это бывший игрок сборной России Ипатовского Колоса, Домбая Карачаевского, потом долгое время играл во Франции в нескольких клубах. Конкретно по эпизоду по этому, мое личное мнение, я предупреждаю, это мое личное мнение, Костьянов на скорости перехватывал мяч, это работа гонщика, он пас перехватывал, и по мне это игровой эпизод, он не справился с управлением из-за скорости, потому что на большом экране я специально пересмотрел несколько раз, он складывал мотоцикл, пытался приклеиться к Сергею, но из-за скользкого покрытия он просто его снес. В таком случае, вот если бы, например, Сергей на ручке открыл ручку и на удар наезжал, мяч просто немножко пас ему был дан не в нужное место, то получается Костьянов мог поймать его заднее колесо и наоборот травмироваться сам. Судья, конечно, это судья решение, он видит этот эпизод ближе находился на поле и сам принимает решение, а там осуждать. Многие болельщики пишут там и мне лично, там что лох, не знаешь мотобол. В прошлом году, кто смотрит, сейчас интернет есть, ну так, похожий эпизод был, Карпрантрас Труа в Карпрантрасе точно так же снесли игрока и там наказание было на 5 минут удалили и все. Ну да, у нас же вообще и карточки, не было ничего, просто обычный момент, небольшая потасовка в 16-метровой даже не было, не учитывалось, что это выход один практически мог на один быть, срыв от... Ну да, скажем так, что здесь и нарушение выглядит менее грубым, менее жестким, чем то, которое было у нас, и то оно наказано желтой карточкой. У нас нарушение более грубое, более жесткое. И плюс еще травма, да. И плюс с нанесением травмы, да, было, но ничего не было показано. Даже если и был какой-то разбор, почему это не вынесли на общее, какое-то, ну не знаю, командам не доведено, я не знаю, там, кто это проводил, разбор, вообще не проводили, почему тогда не проводили, потому что это внесено в протокол, почему не рассматривали, или у нас нету главного судьи, или есть главный судья, ну пора вот этот... Ну или это посчитали действительно игровым просто моментом? Да как его нельзя, его нельзя считать игровым моментом, это я считаю, знаете, вот как называется, в пользу нарушителя, да, посчитали момент, то есть игрок однозначно должен быть наказан, красная карточка, однозначно должна быть из-за травмы рассмотрен вопрос о дисквалификации какой-то. Ну да, нужно еще уточнить, что... Последствия какие эта травма несет. Скорее всего в этом сезоне Сергей Рябокляч на поле уже не выйдет, потому что серьезная травма пальцев там ну минимум на несколько месяцев, на месяцев 6-8. Да это, дай бог, чтобы хотя бы восстановился полностью игрок. Но если мы так и будем продолжать во-первых, играть в мотобол, то я думаю, перспектив занятий молодежи или кто посмотрели, родители скажут, да, ну и нафиг, вот так вот. Я не отдам ребенка в такую мясорубку. Да, какой-то мальчик там из Москвы или из откуда-нибудь из Ипатова, из Краснодара захочешь просто отобрать пас и независимо стоишь ты, не стоишь там. Ну как, ну нельзя игрока даже просто так сбивать. Просто так сбивать. А когда это и голевая ситуация, во-первых, и нанесение травмы, ну как тут. Просто у меня вот вызывает непонятно то, что по каким правилам мы играем. Сейчас непонятно, что творится. Потому что говорят, вот по тем правилам, которые были раньше, которые дополнения, вы их теперь вот выступили, мы их отменили. Так я говорю, так что, часть отменили, часть не отменили. Судьи не знают. Вот сейчас мне понравилась последняя игра, конечно, вот играл у нас агрокомплекс с Колосом, да, последняя игра они играли? Да и видно, что Колос играл с Металлургом. Нет, нет, мы просто посмотрели, вот Евгений Пустых судил, да, уже стали обращать внимание на атаку не со стороны мяча, хотя в правилах написано, это две минуты. Судьями уже были сделаны какие-то выводы и они не допускали таких жестких действий, как было до этого. Вот, может, стоит как-то и расширить этот опыт на весь чемпионат и на весь кубок, чтобы не допускать таких жестких действий. Да, но мы не увидели, что там они что-то новое, они просто стали пожестче, приделаться правил. Да. И мы видим, у игроков нет претензий, все прекрасно понимают, мы даже вот после игры, я к Николаю облапо подходил, он как бы извинялся, да я вот там, да Николай, все, игра закончилась, но уже игроки начали понимать свои нарушения, в каких рамках правил они нарушают их. Не то, что было, как бы, глаза закрывали, а сейчас жестко, вот мне понравилось судейство Евгений Пустых, они жестко показывают, да, я даже у Евгения попросил, не ставьте около трибуны зрителей, удаленных игроков, чтоб не было, он сказал, они так делать не будут, и правда, ни один игрок за игру не делал вот такую пробуксовку с места, чтобы обсыпать зрителей, все понимают, это же зрители, они пришли на тебя смотреть, они, смотри, твое хамское к ним отношение, и поверьте, все было красиво, четко, ни один зритель, ну и спокойно, никаких высказываний не было, хотя такая игра была, никто ни в кого бутылки не кидал, хотя игра тоже была очень напряженная, вот здесь посмотреть, как ты, наверное, так и к тебе, скорее всего, так этот, как помните про енота, попробуй улыбнуться, и все, потому что я же говорил, мы одна семья, не надо тут противников вывать, и вот этот момент, конечно, вот это письмо, вот которое они сейчас подписали, вот, есть у нас письмо, команда Агрокомплекс, за подписью Игоря Бакляч и директора МКУ Мотодром, о том, что они показывают вот на этом нарушение, которое уже второе письмо, да, идет оно на президента МФР, и на председателя комиссии Губанова, о том, что вот опять не учтено их мнение, и что вот клуб, теперь руководство клуба, если никаких мер не будет принято по вот этому нарушению, грубому отношению и к зрителям, к землякам Анатолия Кассианова, да, они, скорее всего, считают, и вот этот момент с нанесением травмы, то команда, если на следующей игре Кассианов точно так не будет наказан, то, скорее всего, команда не будет выезжать на встречу с Металлургом, даже независимо, вот здесь написано того, какое место в турнирной таблице после этого они займут. И это все вот подписано, и я считаю, это надо, ну, хотя бы... Внимание этому уделить надо однозначно. Уделить внимание, объяснить и спонсорам, и руководству, команде, что в рамках закона, что не в рамках правил, там, да, могут они требовать, там, удаление Кассианова, не могут, поэтому надо это разобраться, я считаю, это вот мы плавно перейдем к следующему вопросу, наверное, на наших вопросах к председателю комиссии, новому Татьяне Ивановне Губановой, что, наверное, надо в первую очередь сейчас создать комиссию Матабула, да, чтобы вот хотя бы эти моменты... Определить участников этой комиссии. ну, это уже на ее усмотрение, да, потом дальше, скорее всего, определиться, в каких правилах мы играем в рамках, тех, что были, дополнены, переписаны, которые там, в большинстве не соответствуют кодексу, да, или все-таки берем кодекс и по нему играем. Ну, и мы предлагаем Татьяне Ивановне, пожалуйста, нашу площадку, нашу площадку, мы рады встрече, вы обещали нам встретиться, ну, наверное, давайте какие-то вопросы вы подготовите, быстро ответим, чтобы хотя бы вся аудитория, чемпионат России, все-таки имеет огромное количество болельщиков, чтобы команды, игроки, болельщики поняли, куда идет наш мотобол, куда мы идем развиваться, как будем играть, что будем делать. Я думаю, всем интересно, потому что вы новый человек, у нас в мотоболе, и поэтому всем интересно ваше именно личное мнение, потому что от вас будет все зависеть. Да, на этом будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Как ни старались, мы уложиться в более короткое время, но да, менее часа у нас редко получается, поэтому извините. Всем хорошего времени дня, хорошего летнего отдыха, если вы отдыхаете, плодотворной работы, если вы работаете, и всем пока. До следующего нашего эфира. Ждем продолжения чемпионата, у нас впереди уже ответные игры пошли, поэтому все будет интересно, будьте с нами, с нами всегда интересно. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова